Индейка Это очень вкусная крупа Ну, вернее, обалденная просто, шикарная Мы ее разварили, в ночь ставили в печи Пекли вместе с малым количеством воды Все лишнее из нее ушло Все остальные полезные свойства в ней остались Я еще туда добавлю зеленого соуса Соус называется песто Но это российская импровизация, импортное замещение Мы будем готовить ее из... Ну, приготовленный соус песто Он из петрушки, пармезан Грецкий орех и растительное масло Соус у нас будет шикарный Это будет сливочный соус с добавлением перца И самого вкусного кофе, который я нашел в городе Искал долго, но его нашел А это было у меня на работе Где нашел-то? Работаю На работе где? Работать, можно говорить? Я работаю в венской кофейне Которая открылась совсем недавно в нашем городе Называется Coffee Shop Company Очень интересное место, где можно попробовать не только вкусный кофе Но и обалденные, потрясающие десерты И очень вкусные горячие блюда Кто хочет мяса, у нас также в нашей сети есть компании и другие рестораны Которые очень вкусные Полезные и аппетитные Это веприоколены, хмели, сунели, гопак Это следующие мои участники, которые будут после меня Я надеюсь, у вас места в желудках еще хватит И там вообще будет еще более вкусное и более обалденное Давайте начнем Мы сейчас будем жарить мясо Я заранее его приготовил Для того, чтобы все было быстро, вкусно, качественно Вообще интересно кому-нибудь? Или покушаем только? Все, все, все Просто не слышу Я его приготовил на низкой температуре На 90 градусов Вставил в ночь Заливал сливочным и растительным маслом Все закрывал фольгой И все это готовилось в духовке Оно сейчас очень нежное Тает просто Но это дело надо завершить И приготовить его на гриле Рекомендую гриль Потому что сейчас сезон Шашлыков, мясо И именно на этом гриле Оно получится таким же замечательным Как и у вас на природе На отдыхе Коллега, который будет мне помогать Это Анатолий Супер-пупер шеф Корчмегапак Где можно покушать Обалденно мясо, картошки Борщ Самый исконный борщ Самый лучший В области Всех рекламирую Потому что это так и есть Это не просто реклама Это не просто бла-бла-бла Так и есть А пол бы где? Для париктаба Сейчас пока коллега Будет готовить мясо Мы подготовим гарнир Для гарнира мы будем использовать шампиньоны Можно использовать и остальные грибы Но шампиньоны облегчат этот гарнир Не будут так сильно загружать Как белые грибы Его могли бы загрузить Либо грузди Или опята Грибочки чистим От внутренней шкурки Тем самым Оставляем только самое вкусное И самое насыщенное Кожицу мы убрали И шампиньончик у нас получился белый-белый-белый Сейчас как раз лето Шашлыки Скоро Сейчас пора Жарить шампиньончики будет Шампиньоны рекомендую вам всем будет Если вы будете готовить Заранее мариновать их Кто в чем любит мариновать вообще? Мясо, что-нибудь Есть такие? Ребят Девочки стройные Что любите кушать? Да, я про вас Мясо Только мясо и все? Булочки Шоколадки А маринады какие-нибудь Сами знаете? Делали дома? Какой? Секреты раскрывайте Я сейчас готовить буду Мне надо что-то готовить Говорите, что готовить Волжанка Волжанка Газировка, да, минеральная Которая структуру мяса Размягчает Киви можно использовать Горько Киви горько? Потом Мясо Помидор Киви хорошее надо использовать Помидор Тоже обалденный вариант Мы подогрели Миску Тару Добавляем масло Прогреваем Она уже прогрета Сковородка Поверхность горячая Добавляем Добавляем Жарим Можете подойти поближе Посмотреть, как выглядят эти стейки Это стейки получатся Из филе индейки Очень вкусно Сейчас мы с двух сторон Обжарим С двух сторон Обжарим Нашу индейку Потом мы туда Закинем сено Сено подождем И у нас будет аромат копченого Сено, да? Сено у нас в области много Чего-чего? Сено много Его надо как-то использовать у нас И мы пришли к такому выводу Что можно коптить не только В специально оборудованных коптильнях Но и также на местах А на местах мы его коптим сеном Щепой Для аромата я добавляю сухие травы Заранее мы их собрали Прошлым летом Высушили, измельчили И храним у нас Кто захочет вместе со мной собирать Зелень Присоединяйтесь Летом будем собирать Выезжать в поле и собирать Шашлычок тоже сделаем вкусный И смели-сунули Только девчонок? А кто мясо-то будет готовить? Я что ли опять? Мужчины присоединяются На самом деле Такие вкусные ароматы Работы на кухне Я не представляю Как я работаю на ней Потому что это очень вкусно Это как дома Когда готовишь Но только эта работа еще называется И эта работа еще приносит удовольствие Ну бывают и неприятные моменты Когда приходится работать постоянно Ну это же прикольно Для того чтобы стать профессионалом Нужно отработать 10 тысяч часов И тогда уже ты понимаешь Это твое или не твое Это люди пришли к такому выводу На основании исследований определенных Ну и мне вывод тоже такой можно сделать Для того чтобы любить что-то Надо полюбить то, что ты делаешь И это будет твоим хобби Книг много об этом Читать полезно Как временно хожу и читать и готовить И постоянно находиться на работе Это мой секрет успеха Для вновь присоединившихся Напоминаю, что мы сейчас готовим Фермерскую индейку Которая была вырешена в Ульяновской области Прошла все метки Все контроли И сейчас она очень полезная На данный момент Мы ее приготовили на низкой температуре В ночь готовили Сейчас мы ее подрумяниваем, поджариваем На гарнир у нас будет полба Полбу мы готовили Мы ее разварили Добавим сейчас сливочное масло Я обжариваю шампиньоны, грибы Шампиньоны просто все любят Грибы белые не все любят Они бывают немного противными С клискими А мы готовим шампиньоны На любой вкус и цвет Когда грибочки обжариваются То есть они колируются с двух сторон Румяная корочка с двух сторон образуется Я добавляю еще чуть-чуть специи Специи это орегано У нас есть такой мотив прикольный будет Потом добавлю туда сливочное масло Кашу И добавлю соус песто зеленый Он все это дело облагородит И будет свежий, свежий вкус И еще У нас тут есть спонсор нашего выступления Очень вкусный поставщик клубники Мы сделаем тартар из клубники Скажете, зачем делать тартар из клубники Давайте ее вот так лучше съедим Так будет неинтересно Мы будем делать интересно Это блюдо для подачи И здесь все это будет находиться И здесь будет тоже надпись Сделано в Ульяновской области Все, подрумянились, поджарились Красиво? Нормально? А всего лишь грибы, да? Всего лишь грибы Достаем Секретный ингредиент Заранее отварил ее Потому что здесь долго было бы варить Вы бы все слюной Заглотнулись И я бы не знал, что делать Откачивать или скорую вызывать Поэтому я заранее о вас подумал И приготовил Нет, давай еще сену как раз туда подкинем И подождем Где моя сена? Прям так, да? Закинуем Не сгорем Пожарная безопасность у нас на высшем уровне Сделана в Ульяновской области Сто раз так делали На работе мы делаем это все в кастрюльке То есть отдельно стоит кастрюлька Туда закидываем сено Поджигаем Кладем мясо Накрываем И оно коптится чуть-чуть А здесь мы сделаем с помощью инновационного оборудования Вкусно Я разделю сено на две части Чтобы Чтобы такой легкий аромат придать Вы будете говорить А что там сено? Я это не буду есть Да, вот девочки худенькие? А на самом деле это вкусно Зола, она тоже полезна, да? Вот есть? Зола чем-то полезна? Я не знаю, чем она полезна Просто я где-то слышал В мозаике читал Полезная зола Нашел где читать Но это сделано в Ульяновской области Я это читаю А что не работает? Толь Добавляем сливочное масло Естественно Вот у коллег тут на селажах забрал Они говорят Бери наш сливочное масло Своё выброси Своё белогородское выброси Я говорю Ладно Дом поем Играюсь Хулиганю Украшать мы будем наше блюдо Как вы поняли сеном Сено я люблю Мы приготовили сено из моркови только Морковь мы взяли Ну тоже отсюда Нашу родную Мелко нарезали Сначала Плофиской пластинкой Потом нарезали вдоль Получились Такие брусочки маленькие И на ночь Поставил сушить И получилась такая Стружка Стружка из моркови Она будет хрустеть То есть у нас будет Несколько структур Там будет нежная Мягкая Обволакивающая И будет хрустинка А хрустинка будет давать морковь А для того чтобы приблизить Так сказать Вон поджигает Ой Сейчас сгорит Ничего У нас есть эти Огнетушители Да Мы закрыли Мы закрыли Доступ к кислороду прекратился Там поступил теперь На продукт дым Дым коптится Я объясняю Иногда что-то получилось вкусное Нужна импровизация То есть готовить по рецептурам Мы сейчас уже отходим от этого Мы заранее продумываем блюдо Вместе с нашим бренд-шефом Который нас вдохновляет Это кстати Денис Кашин Денис Павлович Можете к нему обращаться У него очень вкусные рецепты Огромная база знаний Он может много чему научить И много чего приготовить Как у него все это в голове вмещается Мы не представляем Это потрясающий гриль Я хочу понять Это потрясающий гриль Он изготовлен я не знаю где Но мы главное знаем Как из него готовить Я не знаю где его сделали Тут написано Моден Шина вроде Шина Шиновская область Где-то в Ульяновске я ее видел Все смотрите Там у нас жирненько Вкусно Хорош уже мешать Да А то рука Отпадет Копченая Добавляем сюда пшено Можно использовать пшено По лбу То есть суть Какая Чтобы облагородить вкус Кашем Чем кашу нельзя испортить Мясом Да кто сказал мясом Мясом у нас тоже будет И сливками Но самое главное Без чего нельзя обойтись Кашей Это сливочное масло Да Сливочное масло Кто-нибудь вообще ест Бутербродики Утро С маслом Сливочным я не знаю Ну это же самый классный Завтрак Который можно придумать Здесь есть кто из фитнес центров Скажет Бросит меня камень Да скажет нельзя есть сливочное масло Утром Да можно Анатолий включи Что ты делал К этой плите я сразу скажу Что я не привык Я не знаю как готовить У меня есть вкусные продукты Я приготовлю вкусно Не важно что плита У нас маленько барахлит Но у нас есть Анатолий Коллега Просто выручит в любой момент В ГОПАК придете Он выручит вас И борщом накормит И чем угодно Там печь тем более обалденная Говорят Ну мы ведем здоровый образ жизни у нас Вы издой ресторан Не пиздец Не пиздец Не пиздец А я вам расскажу Не только То что вы Ну не можете узнать Откуда вы это узнаете А я нахожусь в этой среде Много уже Мне лет Сколько Двадцать восемь И как бы Большую часть жизни Я провел на кухне Как-то сказано Скучно Да Но так и есть И для меня это не скучно Это весело Начинает шипеть Мяса никогда не бывает мало И много Мяса бывает мало Вы что меня не перебиваете Я говорю А вы мне скажите Ты что говоришь Мяса никогда не бывает мало Много Как бы это не ресторанная подача Это такая душевная что ли Подача я называю Ну то есть домашняя такая То есть мы приготовим И вот для родных Для друзей То есть мы Не будем там мелочиться Мы сразу сделаем Такую огромную Огромную порцию Тем более есть у нас Спонсоры Которые нам помогают Фермеры Ульяновской области На самом деле Это не шутка Говорят фермеры Фермеры Что за штука такая фермеры Они существуют И они на самом деле Помогают ресторанному бизнесу Являются Они существуют на самом деле Да Подсказывают Но я это сам по себе знаю К нам приходит очень много Фермеров Продукцию свою предоставляют Мы ее пробуем Сначала дегустируем На себе То есть Ну как мы поймем это сначала Потом переигрываем Чтобы поняли люди Чтобы ходили к нам И пробовали это Еще масло добавил Худеть? Ой Это и есть потрясающий Фитнес-клуб На правах рекламы Я конечно же это скажу Я сам туда ходил Видите я худой какой Это не от того Что меня плохо кормят Нет Кормят меня отменно Я кормлю себя сам И жена иногда И родители тоже у меня есть То есть питаюсь я отменно По сути То есть я никогда не голодаю А для того Чтобы сжигать калории Я использую Фитнес-клуб Ультра Не, ну я на самом деле Начал тоже ходить в фитнес-клуб Я думал Что за ерунда Нафига мне это надо Я могу во двор выйти И гантели потягать Нет Как бы это жизнь Я рассказываю Что вот Прожил я не зря Свои 28 годков В этой Ульянской области Потрясающе Она на самом деле Потрясающая Здесь очень много возможностей Просто есть ленивые люди Которые эти возможности видят Но ничего не хотят делать А в нашей компании Все это есть Есть возможности Есть средства реализации Как бы все нормально у нас Там огонек нужно Смотрите У нас жирненькая такая кашка получилась Туда добавил песто Песто уже мало с маслом Я добавил еще Сливочное масло к каше Каша питает сливочное масло А зеленый цвет Такой приобретает Не сильно яркий кислотный Вы бы подумали Что это краситель Я какой-то добавил Нет Это петрушка На самом деле Петрушка Потом вы можете подходить Все пробовать Я не знаю Прямо Тут может вилочки Даже будут Нам организуют А если прям очень хочется Можно и руками Самая вкусная еда Это приготовленная руками Когда ты пожарил Даже яичницу обычную Ты поставил себе на стол И ешь со сковородки Это же вкусно Смотрите Кашку я приготовил Беру ее в сторону Пусть доходит Томится Ладно Сейчас я буду соус готовить Обалденный вкусный То есть вы скажете Да что вы Ты уже нас Ничем не удивишь Ты приготовил вкусное мясо Закоптил его При помощи ручных условий Ты приготовил кашу Обалденную зеленую С грибами Хотя грибы Не все почти любят Просто я сталкиваюсь с тем Что все говорят Я не люблю грибы Я не люблю грибы И говорю попробуй мои грибочки Они кушают И я не вру Приходят еще за добавкой Иногда да Смотрите Мы будем кофейные зерна Использовать Мы накалим Сотейник наш Накалим это Придадим Большую степень нагрева Накалим это просто Наше профессиональное слово Ну то есть накалим Что это значит На колку что ли Лечь что Нет это нагреем До определенного нагрева Добавим кофейные зерна Очень вкусные кофейные зерна Помол какой я не знаю Я не барист В этом я не разбираюсь Просто работаю в кофейне Говорю ребят Дайте кофе вкусный Ребят будет накормить На мастер-классе И ничем там пойми А она говорит У нас один сорт кофе Обалденный вот есть Возьми его Я говорю ладно Перец горошком добавляем Можно использовать Зеленый маринованный Перец горошком Он продается в баночках В магазинах Фермеров не знаю Продается или нет То что знаю я Вот у них есть мясо Сейчас оно немного подойдет Может быть к тому моменту Когда мы завершим приготовление Просто у меня есть лимит Час Я должен вас час здесь держать Воле в неволе Понимаете А этот час Давай остынет приятным Вы потом Не важно что оно остынет Не важно У нас все будет обалденное Вкусное мясо Его будет много Мяса же много Много Все Можем закругляться Мне сказали Хорош Но для начала Для того чтобы все завершилось Мы дожариваем наше мясо Приготовили полбы Ну тут есть полбы Попробуйте Если кому-то надо еще будет Я еще подготовлю Как бы поджарю Все быстро готовится Нагреваю Перец Он даст определенный аромат Кофейные зерна Нагреваю Добавляю чуть-чуть кофе Влага выпарится Останется вкус И такая горечь Горечь она естественная У кофе И мы ее заглушим Сливками и сливочным маслом И в итоге будет нормально Еще соль добавим Чтобы вы поняли Что это Ну Соус такой Добавляю девяточку Девяточка Это самый мощный нагрев Который здесь Фермерские сливки почти Все есть Вот как коснись Да, оказывается У нас все есть Было бы желание И все Со всем этим совпадает Аромат копченого Кофе, сливки Вы скажите А у нас что с утром Все нормально будет У вас с утром Все нормально будет Я же живу здесь А если еще в ультру Заглянется Еще лучше будет Или просто на турнике С утра Прогреваем Пока здесь у нас Затягивается Все это дело Я добавлю Чуть-чуть сливочного масла Остатки уберу Уберу На следующем Мастер-классе Ребятам пригодится Все начинает Выпариваться Появляется Своеобразный аромат Добавляю Чуть-чуть соли И мы еще Приготовим Тартар Из клубники Я как говорил Нам принесли Клубнику Свежую Обалденную Я думал Что с ней делать Я думал Либо съесть ее Просто и сказать Что была клубника Где-то там Но нет Мы приготовим Тартар Тартар Это мелко нарезанное Мелко нарезанный продукт В сочетании С каким-нибудь маслом Ну и какой-нибудь Зеленью Масло-зелень У нас в достатке Ну то есть Когда идет сезон клубники Клубники полно И все думают Что с ней делать Мы В заведениях Общепиду Немного заморачиваемся И готовим Много всего разного В частности Как раз Тарта Ягодка Нам только С грядки Ее принесли Ну у нее есть Какой-то вкус И аромат Что-то есть Ну не турецкая Это уже радует Да Подсказывают Сделано У нас В родном крае Ой Да клубника Это на лотках В лотках продается В магазинах У нас Уливьера Тепличная Тепличная Кроме обалденных помидор Там есть клубника А так Рекомендую Самим Заводить Какие-то Участки И самим Выращивать Все По возможности Сочетать Приятное С полезным Отдых Хоть это и труд Но когда труд Вы используете И потом Вы сами его Употребляете Кушаете Это круто Контейнер Видите Контейнер Ну да Вот сюда Ставьте Смотрите Клубничку Я взял Еще так же Случайным образом На кухне У нас оказалось Тыквенное масло То есть Очень много Масла существует Рыжиковое масло Льняное масло И все Обходят стороной Это масло А я не стал Обходить Я взял Как бы Купил Пошел Думаю Надо что-то сделать С ним И вот Для себя Открыл Тыквенное масло Но оно стоит Своих денег На самом деле Оно обладает Таким Интересным вкусом Тыквенных Семечек Получается И то есть Я в клубнику Добавляю Это чуть-чуть Тыквенного масла В салат Можно заправки Дополнительно использовать А чтобы экономить Вы купили Баночку масла Тыквенного И вы можете Его мешать С растительным маслом И у вас будет Больше тыквенного масла И на больший период времени У вас его хватит Нет Давай Да Чуть добавляю Сахарка Ну потому что Сейчас не сезон Клубники Поэтому я добавил Сахар И чуть-чуть соли Чтобы баланс был И вы так думали Соленое Или сладкое Еще масло Тут Кислое С пресным Мешает Еще делает Да Еще добавил бы Мятки Свежие То есть На грядках Мята есть И тоже Обходят стороной Все чай с ней пьют А сюда Можно добавить И будет вкусно Сейчас Как это Делать будем Как выкладывать Все гурьбой Просто я бы сюда Выложил мясо Сфотографируйте А потом все остальное А потом порционно Угодишь В перчаточках Все нормально Я чуть-чуть А? Ты режь там? Для фото хватит Потом не расход Я нарежу Хорошо Я предупредил Я же говорил вам Что это не ресторанная подача Такая домашняя Как будто мы вот собрались Все вместе Мы знакомы Очень давно И мы рады всех Друг друга видеть Что готовить? Мясо будем готовить Индейку обычно Люди обходят стороной Либо те Кто правильно питается На нее налегают Ну и можно есть И так Приготовив Очень простым образом Который я вам рассказывал Здесь каши очень много Сверху Соус добавляю Здесь и так Все сочно Вкусно Но индейка Полежавшая Ну вот это время Когда мы начали Все готовить Чуть-чуть Растыла Чуть-чуть Такая Жестковатенькая Стала Но у нас есть Сочная Полба Вот течет Все Тает Вкусно То есть я не жалею вам Ребята Вы видите Тут все падает Льется Вытекает Как бы От души Тренер Да Да Попробуйте Попробуйте Это вот Там ребята Ребята Позовите ребят Пусть тоже попробуют Я думаю на всех хватит С соседних зданий Можно тоже Всех позвать Это очень вкусно Также вместе С индейкой Запек Наши черри Помидорка черри Она обладает Таким ароматом Своеобразным Вкусным Сочным То есть она реально Похожа на помидорку Ее сюда добавляем Все скушайте Ладно ребят Вы вообще съедите Это все Или Сейчас наберу Еще Все ребят Вы что Надо всех накормить Ничего не упадет Главное Чтобы у нас настроение Не падало Да ребят Говорил да Про морковь Хрустинку То есть во всем этом У нас не хватает Еще моркови К этому делу Из обычного Такого шашлычка Да у нас получается Такое обалденное блюдо Я сам бы сейчас съел С вами еще делиться Ну ничего Мне это не жалко Смотрите У нас есть Огурчики То есть у нас лежат Огурчики И мы никогда не думаем Ну закуска Какая-нибудь Да Чему-то взять А мы ее мелко Экономкой Нарезаем И у нас У нас такие цветочки Получается Весна же Да как-никак Дождик бы Правда Пошел бы Наконец-таки Пыль вот эту Все на улице Смыл бы Маленько Ну я думаю Будет на днях Мы окна помыли На работе Как раз Должен быть дождь Закон такой Есть То что Не должно произойти Обязательно произойдет Нормально что ли Ну вы говорите Ребят Пора Я все добавил А что не добавил Зелень Понимаете Зелень Смотрите Это горошек То есть горох Мы всегда обходим стороной Для чего нам этот горох Мужчины говорят Мы готовы Давай уже Нож рядом И борща нету Борща нету Борщ есть В гопаке Зелень Выращивайте микрозелень Если вы выращиваете микрозелень Ну маленькую зелень Приходите ко мне Я ее у вас буду Реализовывать Ладно Смотрите Все готово Отлично Спасибо Став Зеленый Класс Наши любимые Редактор субтитров Корректор А.Кулакова Редактор субтитров Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова